Всем привет дорогие друзья, гости, подписчики канала, уважаемые нажиманы! Как вы помните в прошлом видео мы сделали с вами вот такой вот станочек с поворотным механизмом на 3D принтере. Показал он себя с лучшей стороны и я в принципе отказался от старой версии Apex'а и перешел на вот этот вот станочек. Теперь буду затачивать в основном все на нем. Когда придут масляные камни, все это будем делать на нем. Плюс мы еще его доделаем, куча разных доработок. И уже первая доработка готова. Темой сегодняшней доработки будут прижимы камней. Зачастую многие используют вот такие вот прижимы, сделанные из дерева. Некоторые делают из металла и это конечно просто the best. Но стоит очень дорого и не у каждого есть токарные фрезеровочные станки. Я же для своего станочка с поворотным механизмом распечатал на 3D принтере вот такие вот прижимы. Вот этот вот прижим фиксируется намертво и фиксируется с помощью вот таких вот болтиков. Здесь я нарезал M4 резьбу. Кстати, всем рекомендую прикупить в Китае набор плашек и метчиков. Ссылочку на них скину под видео в описании. Для того, чтобы без них в мастерской делать нечего. Реально очень много проектов, которые мы будем делать с помощью метчиков и плашек. Будем часто резать резьбу. Поэтому я нарезал здесь пластик и резьбу. Но сами, как вы понимаете, пластик недолговечен и такая резьба долго держаться не будет. Поэтому разработал специальные прижимы по просьбе одного из подписчиков Василия. Для него я распечатал вот такие вот крутые прижимчики. Разработка заключается в том, что здесь сделаны прорези на обоих прижимах. И прижимаются болтами M3. Болтов у меня, к сожалению, шестигранных нет. Поэтому, что было, то и прикрутил. Я думаю, Василий там уже сам себе подберет нужные там красивые болтики. Но принцип вы поняли. Здесь поджимается, здесь зажимается. Конечно, такой прижим по сравнению с этим никуда не денется, не провернется. Его можно зажать так намертво, что до конца своих дней он будет работать. Второй прижим должен ходить свободно. Его можно было делать без прорези. Но я решил, вы знаете, пластик со временем тоже может проседать, разлюхтиться. Поэтому здесь, в принципе, такая же конструкция тоже подойдет. Два болтика. Свободно здесь ходит. Немножко чуть больше растут, чем здесь на валу. Он будет легко ходить. Если разболтается, чуть-чуть поджали и все. И, в принципе, мы устранили люфт. Поэтому на обоих таких вот прижимах будут у нас прорези. И я думаю, что работать они будут во много раз круче и дольше, чем вот такие стандартные обычные прижимы. Еще одна особенность конструкции вот этих вот прижимов, то, что можно держать ими разные бланки. Например, если вот такой вот бланк, стандартный, под 45 градусов. Вставляем бланк, зажимаем и все прекрасно. Точность печати около пяти соток. Представляете, да, насколько качественно делает 3D принтер вот такие вот прижимы. И самое главное, здесь у нас стопроцентное заполнение. Такой пластик вы просто даже не поломаете при всем желании. Если у вас бланк ровный, мы можем взять его прижать вот таким вот образом. Вот этой вот площадкой. Смотрите, просто сказка. И, естественно, делать заточку. Вот такие вот, ребята, универсальные держатели камней получились у нас. Буквально за 5 минут их разработал, сделал. И я думаю, что Василий будет очень и очень доволен. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я для него специально сделал отверстие 8,1 мм. Но более туговато у меня ходит, видите, да. Никаких люфтов нет. Я думаю, он сам себе там расточит, как захочет. Я просто не знаю, насколько у него точный калиброванный пруток. Там 8,1, 8,05. Но, видите, все просто супер. Вот такой вот будет у него механизм прижима. STL-файлы для 3D-печати вот таких вот держателей я скину в общий файл. Вот со всеми файлами этого поворотного станочка, чтобы вы могли распечатать замесь вот тех стандартных, которые были изначально. Здесь они идут шириной 25 мм. Я еще добавлю на 15 мм и на 20 мм. Так как у каждого есть разные бланки, разные камни по ширине. Вот и чтобы вы могли выбрать себе подходящий держатель. Если это видео оказалось вам полезным, ребята, поставьте лайк. С вами был Макс. А в следующем видео мы сделаем с вами крутую точилку для водных камней. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok